Как вести себя, о чем думать, как правильно петь Богу во время прославления? То я сейчас прочитаю. Говорит 13 глава Евреям, 15 стих Евреям, 13-15. Говорит, итак, будем через Него непрестанно приносить кому? Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющий Бога, прославляющий имя Его. Слушай, знаешь, наверное, особенно поселение в Риме. Для меня так это ответственно время, когда идет прославление. Так это ответственно. И я по этому местописанию уже два воскресенья говорю Церкви. Давайте сначала наполнимся им, потому что настоящую жертву хвали можу воздать Богу только им. Только когда Он наполняет, наполненным Ним, я могу настоящую воздать хвалу Богу. Для меня это трепетно. Знаете, в прошлое воскресенье, вот какое такое было служение хвалы, что надежда, она, она говорит, когда начали вот петь, как будто бы дымка сошла на зал. Такое все покрыто дымкой. Такое сильное присутствие Бога. Знаете, многие свидетельствуют, что время хвалы приходит великое откровение. И даже исцеление от Господа. Там сильно большее влияние. Время хвалы, я сказал бы так, что у нас в Церкви прославления очень много уделяется этому внимания. Я бы еще коротко сказал бы, у нас, наверное, сейчас четыре группы прославления. Такое сильное придается значение. Когда вот посреди служений, а еще нужно идти на репетицию, и этому всему надо уделять время. Я считаю, что это очень оправданно. Это очень важно правильно относиться до хвалы Богу. Продолжение следует...